Итак, ребят, всем привет. Сегодня хочу поделиться одним своим небольшим исследованием, той закономерностью, которую я вывел, касаемо как светят светодиодные лампы в противотуманных фарах. Кто успел посмотреть предыдущий выпуск, который я уже удалил, удалил я его по просьбе подписчика, который в нем фигурировал. Соответственно, вот поэтому я снимаю данный видос с той целью, чтобы ту информацию, которая там была, все равно донести до вас. Если вкратце, ребят, там я рассказывал, что протестировав новые светодиодные лампы Kuleta серии Keramik, в ближнем свете я не увидел у них каких-то особых преимуществ относительно топовых галогенов. Я тогда тестировал в рефлекторной оптике с лампами General Electric, аж седьмыми, и вот скажу честно, General Electric галогенка, да, она топовая, плюс 130 процентов, но светит она ярче, и во всяком случае, если там где-то светодиоды и чуть-чуть ярче светит, то это всего лишь чуть-чуть, то есть большой прибавки нет. В принципе, это и логично, потому что компания Kuleta, как я понял, все-таки позиционирует данные лампы, именно как лампы для противотуманных фар. А, напомню, в линзах там все еще намного хуже, то есть ставить такие лампы в линзу вообще смысла нет, вы значительно проигрываете галогену, поэтому даже не занимайтесь такой фигней, как установкой таких ламп именно в линзу. Итак, что я хочу сказать, в принципе, это оправданно, потому что компания Kuleta, она как бы заявляет, что эти лампы больше, именно все-таки для противотуманных фар. Я сейчас держу лампу H7, но тут больше, конечно, касается ламп, вот она в противотуманной фаре, это H11 цоколь, соответственно, HB4 цоколь, HB3, вот, то есть больше компания Kuleta, как она данные лампы позиционирует, что они больше для противотуманных фар. И вот противотуманные фары, я тоже про них высказался в прошлом видео, вот как светит лампа керамик в противотуманной фаре, мне это не очень, так сказать, понравилось, мне не очень понравилось, как она светит, я увидел значительно более размытую светотеневую границу, и, в общем-то, ничего особого в плане яркости я тоже не увидел, соответственно, такая рекомендация моя была, ну, тут, как говорится, кто хочет ради цвета, тот ставит, но прибавки в свете вы здесь не увидите. Но, ребят, в чем ситуация, почему, собственно, о чем бы я хотел в данном видео сказать отдельно, вечером того же дня ко мне приехал наконец-то подписчик, на установку этих же ламп серии керамик, противотуманные фары на Rio 3, там единственное отличие от этой противотуманной фары, что там противотуманная фара была более прямоугольной формы, И вот, ребята, в этой форме, в такой прямоугольной форме, светодиодные лампы значительно, значительно лучше себя показали, я, причем, я ему, когда он приехал, я говорю, слушай, ну, я вообще так протестировал, типа, светит оно как-то вот, ну, так, не особо, я говорю, ну, ладно, давай попробуем поставим, как говорится, понравится, понравится, заберешь, не понравится, соответственно, я сниму обратно, ну, хотя бы тесты сделаем. И, ребята, вы знаете, я ему поставил, я просто охренел от результата, я не мог понять, почему, вот, в его туманках, они были, кстати, не новые, там машине было в районе трех лет, сейчас вы, может быть, и видите видео, то есть, соответственно, они были уже немножко от песка струйные, и в них уже, в общем-то, был некий износ, и все равно там яркость света была очень хорошая, и что очень важно, свето-теневая граница была максимально-максимально четко. И тут я начал думать, а в чем разница между этими туманками, круглыми и прямоугольными, в чем, как бы, разница для светодиодных ламп, и, ребят, скорее всего, скорее всего, вот, как раз именно форма противотуманной фары и вообще форма фары, она имеет достаточно большое влияние, потому что, как раз, если посмотреть на конструкцию вот этих ламп, ну, и большинство вообще светодиодных ламп, у них светодиоды расположены по сторонам, соответственно, чем больше вот боковые светодиоды, стороны отражателя, то есть более прямоугольная форма у противотуманной фары, тем лучше результат показывают вот светодиодные лампы, относительно точно таких же ламп, но установленных уже в круглую противотуманку, сейчас я вам покажу, ну, соответственно, вот она круглая, здесь боковые поверхности, соответственно, уже меньше, относительно вертикальных, и за счет этого, как я предполагаю, и, в общем-то, пока результаты это оправдывают, и более того, мне написали несколько людей, которые тоже сказали, что в противотуманных фарах, вот прямоугольная форма, светодиодные лампы светят, как бы, очень хорошо, и граница там гораздо более четкая, чем то, что мы видим здесь, соответственно, вот, хочу вам показать, мы потом после установки, мы проехались, посмотрели, уже как это все светит на дороге, я вам, ребят, скажу, действительно светит оно офигенно, даже камера, она не передает того прироста в освещенности, который мы увидели на дороге, с такими туманками ездить гораздо более приятно, при том, что в дальнем, ой, близнем свете у него стоял найтбрекер, то есть топовые галогенки, и все равно вот включение-выключение туманок, это гораздо, гораздо, так сказать, добавляло комфорта езде, там видно, насколько лучше освещена обочина становится, то есть без туманок обочина освещена, крайне плохо, а вот с туманками она освещена значительно, значительно лучше, поэтому, какой мой посыл, подытоживая вообще все, что я сегодня наговорил, первое, в линзу данные лампы не ставьте, прибавки в свете не будет, в ближнем свете, соответственно, будет примерно то на то, плюс-минус, ну только что белый свет, может быть, это вам больше понравится, в туманках, смотрите, опять же, на форму, может быть, STG вот такая размытая, и не очень хорошее освещение, а может быть, STG гораздо более четкая, и гораздо более яркая, и вам результат, как говорится, понравится В общем-то, это вся та суть, которую я хотел вам рассказать, касаемо противотуманных фар, и сказать, что вот именно форма противотуманок имеет большое значение Ну и надеюсь, кому-то вот эта информация поможет, соответственно, кто-то сможет более внятно и вдумчиво подходить к вопросу выбора светодиодных ламп для авто Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok